Сейчас посмотрим. Я их трусила, эти тряпки все, недавно. Вот, смотрите, уже есть. Жительница села Отрадная Надежда Списивцева после зимы проводит ревизию. Проверяет чердак, сарай, дровянник. Сейчас, пока клоп еще спит, самый действенный способ – механический сбор насекомых, говорит Соченко. Они съедают все, все почки, поели с этого. Это у нас урожай в прошлом году был? Ой, никуда ж не, мы его не собирали. Мы фундук вырубали под корень. Пустили молодняк, потому что насыпалось, а на полу, это как взял, кто с мешка высыпал. Село Отрадное в прошлом году значительно пострадало от клопа, рассказывают местные жители. Впрочем, как и многие другие населенные пункты города. В октябре месяце я был на речке, было тепло. И обратил внимание, миграция клопа была очень мощная, просто сплошняком, полтора метра где-то над уровнем земли. Летело просто как саранча. Вот показывает, очень много в сторону моря летело, со стороны горы. В этом году бороться с клопом жители будут уже во всеоружии. Для них сегодня провели мастер-класс. Рассказали о методах борьбы с вредителем без использования химии. Вот такую ловушку можно сделать из обыкновенной коробки, куда клоп обязательно заберется на зимовку. Такой домик будет эффективен с октября по апрель. В это же время можно использовать и специальные дымовые шашки. Помещение заполняется дымом. Отовсюду, где он забился в щели, он выползает и пропадает. Дым не едкий. И потом после него никакого запаха, ничего. Останется только собрать клопа и уничтожить. А когда вредитель проснется и начнется его активный лед, в дело могут пойти и вот такие феромонные приманки. Они заманивают в ловушку клопа благодаря специальному запаху. А это народный метод. Понадобится только лампочка и ведро с водой с любым моющим средством. Клоп, пролетая на свет, это насекомое любящее свет, падает ведро. Метод был подсмотрен в Абхазии, где тоже идет борьба с клопом. Такие ловушки хороши с июня по октябрь, говорят ученые. И добавляют, к борьбе с вредителем должны подключиться все жители Сочи. На муниципальных территориях обработку проведут местные власти. На эти цели в этом году выделена сумма в четыре раза превышающая прошлогоднюю – 13 миллионов рублей. А вот о сохранности урожая и деревьев на своих частных участках должны позаботиться сами собственники. Ведь цель общая – сохранение уникального зеленого убранства курорта. Инга Габешия, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.